Новость это давно известные вещи, только случающиеся каждый раз с новыми людьми. Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова, начиная наш выпуск. Большим городам большой рост. Урбанисты Казани посетили Мэйден Казан. Угрозы или необходимость в Цитарстане просят отменить ЕГЭ. Разобраться в психологии ребенка легко. КФУ прошла школа психологии девиантного поведения. С развитием IT-сферы все более актуальным становится и вопрос безопасности высоких технологий. И одним из главных российских городов, где он активно решается, постепенно становится Казань. В эти дни в столице Цитарстана стартовал юбилейный 10-й IT Security Forum. IT and Security Forum – это уже успевшая стать традиционной площадкой, которая объединяет специалистов в сфере информационных технологий и безопасности со всей страны. Только в этом году участниками форума стали более 900 человек из 80 городов России и ближнего зарубежья. И за два дня они не только обсудят вопросы интеграции IT-технологий в бизнес, но и смогут познакомиться с наиболее перспективными из них. Республика, накопленный домом за последние, пожалуй, 10 лет, суммировала и создала цифровое пространство не только для органов исполнительной муниципальной власти, не только для обеспечения деятельности и повышения эффективности их работников, но и также для жителей Республики Татарстана и не только жителей Республики Татарстана. Стоит отметить, что активное участие в форуме принимает и Казанский федеральный. Так, в этом году при поддержке Высшей школы государственного и муниципального управления КФО была организована секция, посвященная IT-технологиям ВИЧАР. На секции рассмотрели опыт внедрения кадровых информационных систем, а также технологии подбора и развития персонала. Александр Александров, Ленардо Валерьяров, Универньюз. Как объяснить ребенку, что значит хорошо, а что значит плохо? Об этом говорили на Международной школе КФУ «Психология девиантного поведения». Далее подробности. Тема экстремизма, алка и наркозависимости среди молодежи с недавних пор стала одной из самых актуальных. Как бороться с подобными проблемами общества, эксперты ломают голову не первый год. Казанский федеральный тому не исключение. Впервые в КФУ прошла школа психологии девиантного поведения. Для изучения этого вопроса в университет прибыли эксперты в области психологии, терапевты, а также органы власти. Стоит отметить, что участие в мастер-классах по психологии приняли не только студенты КФУ, магистры, но и молодые мамы, которым не безразлична детская психология. И вопрос возникновения девиантного поведения среди детей. Примечательно, что школа девиантного поведения с каждым годом привлекает все больше и больше внимания. В этом году участие в школе приняли представители Казахстана, которые предоставили свои публикации. Анастасия Иванова, Руслан Нуразаев, Универ Ньюз. Самые свежие новости всемирной паутины в нашей традиционной рубрике Веб Ньюз. В хоккейном клубе Акбар сменилось руководство. Нового президента клуба назначил глава республики Рустам Мениханов. Им стал генеральный директор паута от нефти Наиль Маганов. На территории технополиса Химград появилась заправка для электромобилей. Она позволяет заправить аккумуляторы всего за 15 минут. В ДРКБ появится реабилитационный центр семейного типа. Начало строительства объекта запланировано на лето этого года. В Казани прозвенел последний звонок. В этом году 11 классов столицы Татарстана оканчивают 5,5 тысячи выпускников. Ректор КФУ огласил затраты на восстановление Казанского военного госпиталя. По предварительной оценке на это потребуется порядка 400 миллионов рублей. В настоящий момент решаются юридические вопросы по передаче госпиталя Казанскому федеральному. Первые казаки появились в набережных Челнах. Чинверстание, так казаки называют процедуру принятия в свои ряды, прошел в Свято-Вознесенском архиерейском подворье. Возле Казанского университета полицейские задержали парня с боевой гранатой. Откуда у молодого человека взрывчатый боеприпас и куда он его нес, сейчас выясняют полицейские. Выпускники КФУ помогут университету в развитии медицины будущего. Когда-то они получили образование в Казанском университете и, добившись признания за рубежом, сейчас делают родной вуз узнаваемым в научном мире. Все на свете склонны к изменению, но, согласитесь, без минимального введения будущего было бы невозможно развивать проекты, бизнесы и даже целые города. Кто работает над тем, чтобы завтрашний день не застал нас расплох, узнаешь из нашего следующего сюжета. 26 мая в Казани прошла серия мастер-классов Made in Cousin, которая собрала всех урбанистов нашего города. В основном гостей интересовала, какими идеями живет современный мир и как уследить за всеми тенденциями развития городов и регионов. Ведь на сегодняшний день именно градостроительство динамично растет и развивается. Стратегия 2030, которую приняла наша республика, основным драйвером развития определена ее столица, город Казань. Основной ресурс Казани – это вы, талантливые, активные люди. И главные инвестиции должны быть именно в человека. Сегодняшний Made in Cousin – это такой квадрокоптер, с помощью которого мы за очень короткий срок сможем увидеть происходящее совсем с другой высоты. На площадке Made in Cousin выступили известные всему миру спикеры, а именно действующие и бывшие мэры мировых столиц. Они поделились своими знаниями и опытом не только с инициативными казанцами, но и с начинающими предпринимателями, по признанию которых новые знания на вес золота. В форуме я ожидаю получить тот опыт, о котором могут поделиться опытные спикеры, представители крупных городов. Ожидаю расширить свой кругозор, посмотреть, как развивались города в других странах. Третий раз я тут появляюсь на этих мастер-классах. На самом деле, с большое спасибо организаторам. Это отличные мероприятия, позволяют получить знания очень редкие, очень востребованные и полезные для предпринимателей, для студентов, для того, чтобы иметь возможность развиваться, улучшать город, улучшать городскую среду и делать жизнь лучше. Развитие городского общественного транспорта, брендинг территорий и туристический маркетинг стали основными темами прошедших мастер-классов. Безусловно, эти сферы продолжают прогрессировать. А значит, сегодняшним урбанистам крайне необходимы новые знания и навыки. Ведь за ними будущее целых городов. Аделя Мухаммедшина, Руслан Урозаев, Универньюз. Рожденный ползать впоследствии тоже летает, но больше бизнес-классом. Сейчас речь идет о тех менеджерах, которые уже нашли свое место под солнцем. К слову, у них сегодня профессиональный праздник – День российского предпринимательства. Если вы тоже связываете себя с предпринимательством, то это еще один хороший повод посмотреть наш следующий сюжет. 26 мая все предприниматели России отмечают свой профессиональный праздник. Однако отпраздновать его любят не только бизнесмены, но и студенты, которые уже хорошо представляют себя в сложном мире большого бизнеса. Они, как никто, понимают, что предпринимательству можно и нужно учиться. Ведь это важнейший рычаг рыночной экономики. Но учиться бизнесу – это более чем реально. Это подтверждает и большая работа таких проектов, как «Фабрика предпринимательства» и «Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета». Именно там юные бизнесмены узнают, как сохранить свой бизнес и как повысить доход. С ними неоднократно встречаются опытные бизнесмены и делятся знаниями по решению всех трудностей. Безусловно, предпринимательство набирает обороты. И сегодняшний день уже невозможно представить без тех самых компаний, которые готовы нам предоставить услуги. И каждому ясно – предприниматель – это не просто менеджер. Это и психолог, и политик, и юрист. И все это в одном лице. Конечно, стать таковым нелегко. Но и не стоит забывать, что Казанский федеральный уже готов подготовить к современной жизни менеджеров нового поколения. Аделя Мухамедшина, Универньюз. Впервые эксперимент поведения ЕГЭ в школах России был проведен в 2001 году. С тех пор экзамен не раз вызывал множество противоречий в обществе. О том, могут ли единый госэкзамен отменить в Тарстане, узнаешь далее. Акция анти-ЕГЭ была инициирована участниками Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет». Ирина Волынец, председатель Центрального совета движения, уверена, что культурные традиции страны идут вразрез с принципами ЕГЭ. Организация предлагает сделать Татарстан пилотным регионом по отмене госэкзамена. В школах республики они начали собирать голоса родителей в поддержку проекта и подписи под обращением к президенту Татарстана Рустаму Мениханову. Мы выяснили, возможно ли это на самом деле. Без решения Государственной Дома как законодательного органа, без решения правительства Российской Федерации. В отдельных субъектах отмена ЕГЭ невозможна. Поэтому спекуляции на отсчет не должно быть в принципе, поскольку в отдельных регионах отмены быть не может. Как мы видим, отмена ЕГЭ потребует пересмотра всей системы оценки образования школьников, так что в ближайшее время изменений не предвидится. Диана Авакян, Универньюс. Улыбайся жизни и жизнь улыбнется тебе. Пока!